Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнеры компании eMarkets. Меня зовут Артем Звездин. По традиции для вас на этом канале я делаю обзор рынков с точки зрения VSA и Price Action. Мы рассмотрим здесь валютные Forex пары, золото и биткоин. Если вас интересуют акции голубых фишек России, а фьючерс на индекс РТС и срочный рынок в целом, внизу в описании к этому ролику находится ссылка на полный обзор. Заходите и смотрите. Ну давайте приступим к канале. Перейдем теперь к рынку Forex и начнем, конечно, по традиции с евро. Евро сумел пробить глобальный треугольник и уйти выше. На данный момент евро торгуется по цене 1.14.37.76. Объемы падают на резком движении. Кроме того, мы подошли к намеченным максимумам. На следующей неделе можно ожидать от этого уровня очень мощного отката вниз, что уже, собственно говоря, происходило пару дней тому назад. Можно ожидать продаж от существующих уровней до уровня 1.13.85.94. Ну и в случае пробоя данного уровня можем идти еще ниже к уровню 1.13.494. Позитивный сценарий по данному инструменту также присутствует. В случае пробоя диапазона 1.14.37.76 ждем отката и покупаем до уровня 1.15.193. При пробое данного уровня идем в сторону 1.15.80.48. Перейдем теперь к фунту. Фунт пошел по нашему сценарию в сторону продаж и образовал точный коридор. Нижняя граница данного коридора находится в диапазоне 1.25.098, верхняя в районе 1.26.34.27. На следующей неделе торгуемся в рамках этого коридора. В случае пробоя одной из стороны ждем отката и встаем в сторону пробоя. Очень легкая торговля по данному инструменту. Йена. Произошло то, о чем я говорил. У рынка есть намерение пробить диапазон 1.06.715. Для этого рынку необходимо накопить объемы и по этой причине рынок и выстреливал вверх. Обратите внимание, как 15 числа рынок попытался пробить эту нижнюю область, но ничего при этом толком не получилось. Рынок своего рода сформировал некий флет. Сейчас в рамках среднесрочной торговли можем торговаться внутри этого флета и верхняя граница находится в районе 1.07.29.6106. Нижняя граница является нашим мощным уровнем, а именно 1.06.65.42.11. Пока торгуемся в рамках данного флета и все-таки ждем пробоя вниз, но не загадываем. Помните, что в рынках сейчас у нас накапливается позиция, и поэтому будьте осторожны, поскольку возможно вас будет выбивать по стопам, и это абсолютно нормально в данных рыночных ситуациях. Австралиец. По кенгуру мы пробили верхнюю границу флета и образовался своего рода некий откат. С точки зрения технического анализа сейчас нам необходимо покупать. Но прошу обратить ваше внимание на характер движения вниз, а также обратить внимание на характер движения вверх. Рынок с очень большим трудом идет вверх, но при этом очень просто и быстро падает. Более того, рынок стал потихоньку снижаться и стал снижаться пилой. Кроме того, объемы стали потихоньку снижаться, и все это на фоне роста. Кроме того, мы также видим хвосты свечей с повышенным объемом. На следующей неделе мы можем зайти внутрь предыдущего флета с последующим движением внутри. Но есть, конечно, и позитивный сценарий. Если покупатели смогут отстоять существующие цены, что, если честно, мне кажется невероятным, можем резко вырасти вверх. На откате после данного роста можно заходить и покупать до уровня 71 500. Но все же больше склоняюсь, конечно, к продажам по данному инструменту в связи с вышеизложенными фактами. Канадец. По канадцу мы не смогли пробить диапазон 136.09.16. Атака покупателей была очень-очень сильной. Однако продавцы смогли устоять данный диапазон и с грохотом покупатели стали выходить из позиций. Сейчас у нас сформировался своего рода большой-большой такой коридор. Верхняя граница этого коридора находится в диапазоне 136.1060. Нижняя граница находится в диапазоне 135.060. Пока что находимся в рамках вот этого коридора и можем торговаться внутри и на следующей неделе. Рынок также может начать расшатывать нижнюю границу и постоянно расшатывать низы. Потому что сейчас мы видим, как объемы стали снижаться на фоне роста, что является признаком разворота. Кроме того, движение замедляется. Но все-таки вот не рубите с плеча, подождите, постарайтесь посмотреть за данным инструментом. Пока вот в целом торгуемся в рамках канала и в случае пробоя мы встанем в сторону пробоя. Я надеюсь, это понятно и так. Перейдем теперь к золоту. Золото пошло по нашему плану и дошло до наших целей. На данный момент рынок стал формировать коридор. Верхняя граница данного коридора находится в диапазоне 18.12. Нижняя граница находится в диапазоне 17.96. Внутри дня обычно можем торговать в рамках данного канала. Кстати, возможно, рынок как раз-таки и накопит объемов в рамках этого канала. Если помните, как раз-таки глобальный наш сценарий это то, что золото должно накопить объемы для огромного движения вверх. И, возможно, сейчас это и будет происходить. Я напомню, что в рамках этого мы как раз-таки и ожидали накопления объемов. И, опять-таки, возможно здесь постоянно выбивание вас из топов в связи с тем, что объемы сейчас могут накапливаться. Как бы то ни было, внутри дня позиционно торгуйте в рамках этого канала. Перейдем теперь к биткоину. Кстати, вчера по биткоину делали с учениками анализ. И ученики не дадут соврать, когда я делал этот анализ, я просто замолчал на несколько минут. Потому что я просто офигел от того, что делает биткоин. Он просто собирает сейчас ликвидность своими хвостами. Движения происходят такие жесткие, что торговать внутри дня биткоином сейчас просто невероятно сложно. Я не знаю, вот если есть среди моих зрителей люди, которые торгуют внутри дня биткоином, я вам, если честно, не завидую. Потому что я бы вам порекомендовал все-таки уйти в позиционную торговлю и перейти как минимум на 4-часовые графики. Сейчас, вот, конечно, мы находимся у серединного такого уровня и отскочили от нашего диапазона, а именно уровня 9000. И далее подошли к уровню 9160. В случае замедления можем упасть вниз к уровню, опять-таки, 9000. Но в случае пробоя двигаемся и дальше вверх к уровню, точнее, не пробоя данного уровня, а 9000. Можем дальше двигаться вверх к уровню 93.28. Коллеги, если честно, по биткоин, все-таки перейдите на 4-часовые графики. Мой вам совет. Здесь данный инструмент становится более понятен. Если вы обратите внимание, здесь есть канал в районе 98.800. И верхняя граница данного канала, мы ее наметили уже давно, это 9500 и 9300, 9400. То есть вот этот диапазон. По этой причине, если торгуете позиционно, придерживайтесь этого канала. Здесь пока что очень простой трейдинг, но только на высшестоящих графиках. Внутри дня здесь, конечно, хардкор. Ну а я желаю вам удачи. Зарабатывать. Счастливо.